Глубоко уважаемые коллеги, хотим предоставить наш опыт в проведении ревизионных операций. С 1979 года по 2016 год в Российском онкологическом научном центре было выполнено 1566 операций, с 1979 по 1991 год – 246 операций, с zoo 92 по 2016 год – 1320 операций в объеме первичного и ревизионного эндопротезирования различных локализаций. Важно отметить, что в течение 10 лет существует стандартное количество проводимых операций в Российском онкологическом научном центре. и в среднем это количество равно 85 операциям в год. Динамика изменения количества ревизионных операций в структуре эндопротезирования. Важно отметить, что в 23,8% выполняется ревизионное эндопротезирование, и 7,1% – это ревизионные операции после первичного лечения в других клиниках нашей страны и ближнего зарубежья. На диаграмме видно, что происходит ежегодное увеличение числа ревизионных операций в структуре общего эндопротезирования, и этот показатель взаимосвязан с ростом количества ревизионных операций первичного эндопротезирования, которое было выполнено в других клиниках. Частота ортопедических осложнений согласно международной классификации ИСОС с 1992 по 2015 год после первичного эндопротезирования – 27,1% после ревизионного эндопротезирования – 45,5%. Общая частота ортопедических осложнений после повторного эндопротезирования в 1,7 раза выше, чем после первичного. Основные причины повторных операций – это асептическая нестабильность, разрушение конструкции эндопротеза. Обе эти причины взаимосвязаны между собой, и оценивать нужно их комплексно и в одной связке. Перепротезная инфекция – это асептическая нестабильность и рецидивы опухоли. Общее количество операций за 7 лет – 650, первичное эндопротезирование – 449 операций – 69%, ревизионное эндопротезирование – 201 операция – 30,9%, количество повторных операций с 1992 по 2009 год, асептическая нестабильность – 14,6%, механические поломки – 8,8%, в их структуре стоит выделить перелом ножки эндопротеза – 5,8%, поломки узла эндопротеза – 2,9%, операции по поводу перепротезной инфекции – 1,1% и по поводу рецидивов опухолей – 0,9%. Важно отметить, что с 1992 по 2009 год общее количество рецидивов – 10%. Количество ревизионных операций с 2010 по 2016 год, то есть динамика периода за 7 лет, асептическая нестабильность – 17%, механические поломки – 9,4%, в их структуре перелом ножки эндопротеза – 2,9%, поломка узла эндопротеза – 6,5%, перепротезная инфекция – 2,9% и операции по рендопротезированию по причине рецидива опухоли – 1,8%, при общем количестве рецидивов – 8,9%. Оценивая два этих периода с 1992 по 2010 год и с 2010 по 2016 год, важно отметить, что количество ревизионных операций по причине асептической нестабильности выросло на 2,4%, механические поломки – на 0,6% за счет увеличения поломок узла эндопротеза, но при этом снижения поломок перелома ножки эндопротеза. Инфекция эндопротеза снизилась на 8,2% и рецидивы на 0,5% – в принципе такой же показатель. Следующий слайд. Не могли бы перелеснуть? Осложнение после эндопротезирования, после операции по первичному и ревизионному эндопротезированию, выполненном в онкологическом научном центре, асептическая нестабильность – 7,8%, механические поломки – 4,5%, перепротезная инфекция – 4%, рецидивы опухоли – 8,9%. Общая частота осложнений за 7-летний период – 25,2%. Средний срок до выявления ортопедических осложнений составил 24 месяца, от полмесяца до 72, средний срок до рецидива заболевания – от 1 до 54 месяцев интервал, и среднее значение составило 13 месяцев. Средний срок до прогрессирования заболевания – от 1 до 54 месяцев интервала – 16,7 месяца. Онкологические осложнения после эндопротезирования в Российском онкологическом научном центре с 2010 по 2016 год. Рецидивы – 4,4%, рецидивы плюс метастазы – 4,5%, метастазирование за 7-летний период у пациентов – 14,9%, общее количество рецидивов – 8,9%. Оценивая структуру рецидивов и проведенное лечение по поводу рецидивов, исечения рецидивов было выполнено в 7,1%, рендопротезирование у одного пациента, ампутация, экзортикуляция у половины пациентов, и у 12 пациентов никакое хирургическое лечение не получали по причине своей некурабельности. Стоит отметить, что ампутация после предыдущего исечения рецидива была выполнена у двух пациентов. Частота осложнений, согласно международной классификации ИСОС-2013, рецидивы – ранняя асептическая нестабильность – 3,5%, поздняя асептическая нестабильность – 4,3%, разрушение перелом ножки, либо разрушение узла эндопротеза – 4,5%, перелом кости и причина, переведшая к нестабильности эндопротеза у одного пациента, инфекция эндопротеза ранняя – 1,2%, инфекция эндопротеза поздняя – 2,3%, рецидив в кости – 0,9% и рецидив в мягких тканях – 8%. Стоит выделить основные причины асептической нестабильности, поскольку это наиболее актуальная тема при вопросах рендопротезирования. Первый момент – это технологические ошибки в установке имплантата, качество подготовки костного канала, правильность выбора размера и подхода к рендопротезированию, повторной установке ножки эндопротеза. Механическое воздействие, травма, перегрузка эндопротеза, неправильное изготовление имплантата при планировании ревизионных операций, важный момент – изготовление подбора имплантата под пациента с учетом изменения диаметра, деформации костно-позгового канала, то есть ножка эндопротеза должна быть индивидуально изготовлена в каждой ортопедической ситуации. Латентная инфекция, аллергологическая реакция на материалы эндопротеза и компоненты костного цемента. Для проведения ревизионных операций существует необходимость в определенном научно-техническом потенциале выполнения данного вида ревизионных операций. Первый момент – это команда профессиональных рентгенологов для совместного определения нестабильности, поломки эндопротеза для поиска первой причины данной проблемы, команда онко-ортопедов с опытом работы не менее 10 лет, оснащенность инновационным высокотехнологическим оборудованием, специализированным ортопедическим инструментарием для выполнения данного объема операции, накопленный опыт лечения пациентов с инфекцией эндопротеза, совместное с фирмой-изготовителем планирование, компьютерное моделирование дизайна ножек эндопротеза, совместное с фирмой-изготовителем эндопротезов индивидуальное изготовление ножек эндопротеза в соответствии с формой, то есть должны быть использованы не стандартные ножки эндопротеза, а выполнены в соответствии с формой костно-мозгового канала. Индивидуальный подбор к решению вопроса по поводу фиксации эндопротеза с использованием бесцементного эндопротезирования, с блокировкой ножек эндопротеза при небольших остающихся фрагментах кости, когда есть дилемма установки либо тотального эндопротеза бедра, либо попытка сохранить пациенту состав, дополнительно заблокировав его винтами, либо пластина плюс винты, чтобы уменьшить риск и дать пациенту возможность сохранить свой сустав и отсрочить тот момент, когда пациенту будет необходимость выполнить тотальное эндопротезирование сегмента. Настоящий момент в Российском экологическом научном центре существует определенное направление инновационного развития, проблем, связанных с повторным эндопротезированием. Первое направление – это ультразвуковая технология удаления костного цемента под видеоконтролем эндоскопическим. Это важный момент для последующей цементной фиксации. Бесцементное ревизионное эндопротезирование после предыдущей цементной фиксации. Инновационные технологии удаления поломанной ножки эндопротеза. Подбор имплантатов в соответствии с индивидуальной биологической совместивостью. Индивидуализированные технологии решения, основанные на архитектонике костных структур. На данном слайде представлено первое направление – это ультразвуковая технология удаления костного цемента под видеоконтролем. С марта 2014 года по январь 2017 года было выполнено 62 операции с помощью ультразвукового костного цемента, в которых был удален с помощью ультразвукового экстрактора костного цемента. Впервые данная технология была опробирована и первая операция была выполнена на территории Российской Федерации в Российском онкологическом центре у пациента с астетической нестабильностью бедренной ножки эндопротеза. И последующим замещением данной ножки на бесцементную ножку эндопротеза. Бесцементное ревизионное эндопротезирование после предыдущей цементной фиксации. Первая операция здесь показана, которая была выполнена в 2014 году. Мы имеем уже трехлетний опыт наблюдения за этой пациенткой. Эндопротез полностью стабильный, признаков нестабильности нет. Инновационная технология удаления паломной ножки эндопротеза, удаления паломной ножки эндопротеза с помощью специализированного экстрактора для удаления ножек эндопротеза. И удаление паломной ножки эндопротеза с использованием оригинальных фрез, разработанных на нашей базе. На слайде представлен вариант удаления паломной ножки эндопротеза с помощью оригинальной фрезы. Происходит высверливание цементной мантии. Данный способ имеет свои ограничения, связанные с использованием данного метода. Возможно, при прямых, коротких костно-мозговых каналах наличие деформации, либо длинных костно-мозговых каналов является противопоказанием к использованию данного метода, либо ограничением его использования, поскольку существует риск в повреждении костных структур. Удаление паломной ножки эндопротеза с помощью специализированного экстрактора для удаления ножек эндопротеза. На первом этапе происходит рассверливание ножки эндопротеза, подготовка к установке данного аппарата. Аппарат фиксируется к ножке эндопротеза титановым винтом и тракционным путем удаляется ножка эндопротеза. Пример подбора имплантата в соответствии с индивидуальной биологической совместимостью. У пациента была выявлена реакция на компоненты костного цемента. Изначально пациенту был поставлен гибридный эндопротез. Верхняя бедренная ножка эндопротеза была цементная, нижняя – бессементная. Большеверцовая ножка эндопротеза стабильная. Бедренная ножка эндопротеза – асептическая нестабильность, полностью отхождение цементной мантии от стенки костно-мозгового канала и от ножки эндопротеза. При комплексном обследовании пациента была выявлена аллергологическая реакция на акрилат, на компонент костного цемента, в связи с чем было принято решение удалить цементную ножку эндопротеза и заместить ее в бессементную ножку эндопротеза. Снимки до операции, снимки после операции. Во время операции была установлена ревизионная бессементная ножка эндопротеза. Следующее направление – это разработка индивидуальных технологических решений, фиксация эндопротеза, изготовление имплантатов в соответствии с диаметром костно-мозгового канала, с формой костно-мозгового канала, активное использование конических и фигурных ножек эндопротеза, опять же в соответствии с измененной формой костно-мозгового канала, дополнительное блокирование ножки эндопротеза при больших резекциях, выраженном остеолитическом разрушении кости, после предыдущего первичного либо ревизионного эндопротезирования, блокирование ножки эндопротеза в шейку бедренной кости при резекциях дистального бедра, при больших резекциях костно-дистального бедра, когда есть дилемма, либо заместить, убрать тазобеденный сустав, удалить тазобеденный сустав и установить тотальный эндопротез бедра, либо попробовать сохранить пациенту сустав, заплакировав его винтами. Индивидуальный подбор опорного кольца при деформации костного пила как альтернатива радиоизъекции костного пила. На данной рентгенограмме представлен пример индивидуального подбора эндопротеза. Индивидуальное изготовление ножек эндопротеза, дополнительная блокировка эндопротеза. Хотелось бы остановиться на основных принципах ревизионного эндопротезирования. Последний слайд. Выявление основополагающей причины нестабильности поломки эндопротеза, максимальное сохранение кости, принцип выбора стратегии рендопротезирования, индивидуализированный подход к выбору конструкции эндопротеза для каждого больного, правильный выбор формы, диаметры, способы фиксации эндопротеза, внедрение высокотехнологического инновационного оборудования, приведение проб на биологическую совместимость. Обязательным условием выполнения ревизионной операции является желательно опыт коллектива не менее 10 лет. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Владимирович. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Можно пару слов о том, как Вы проводите биологическую пробу на совместимость? И на основе чего делаете заключение о биологической несовместимости костного цемента? Пациенты, у которых по данным рентгенографии возникает вопрос о наличии реакции на костный цемент, на металл, отправляются на аллергологическое обследование в специализированные учреждения. И после этого на основании их заключения мы уже принимаем решение о замене цементной ножки на бесцементную. То есть пациент получает обследование в специализированном учреждении. У нас в нашем учреждении таких специалистов, к сожалению, нет. Вы скажите о том, что какой процент пациентов имеет аллергию в среднем? В среднем не более 2%. От всех больных эндопротезированы? От всех пациентов, которые... Раз в год 100 больных, из них 2 больных имеют реакцию, да? Совершенно верно. Это к вашему вопросу. То есть это редкая вещь, и это не наша инновация. Наши коллеги смогли... Немецкие коллеги смогли поставить эти пробы и доказывали о том, что нестабильность, ранняя особенно, она связана с несовместимостью этих протез организм. Поэтому цемент организм. Поэтому бесцементное протезирование этим пациентам больше показано. Вот из этой серии. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое.